Здравствуйте, уважаемые садоводы! Меня зовут Иван Русских, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о применении железного купороса на садовом участке. В принципе, применение железного купороса не так сложно и повторяет применение медного купороса, но при всем том, у него есть свои особенности. Железный купорос иначе называется сульфат железа двухвалентного. Он продается в строительных магазинах, в магазинах, которые продают удобрения, в садовых центрах. В общем, вещество совершенно нередкое и повсеместно распространенное. У железного купороса имеются такие важные функции, как дезинфицирующие. Благодаря этому железный купорос применяется широко в быту, для обработки, например, древесины в качестве антисептика или стен в подвале, чтобы они не израстали плесенью и убирать оттуда всякую инфекцию. Но также железный купорос широко используется и в саду. Для каких целей? В первую очередь, применение железного купороса оправдано, когда вы белите деревья. Побелка не всегда является эффективной, но уж если вы решили белить свои деревья, а делать это, как вы помните, надо и осенью, и зимой, если побелка в течение зимнего периода к концу зимы смылась, облезла, то надо перебелить деревья для того, чтобы защитить их от солнечных ожогов. Так вот, в этом случае целесообразно в побелку добавить примерно 200-250 грамм железного купороса на одно ведро побелки. Это позволит создать дополнительную защиту от всевозможных болезней, которые прячутся под корою деревьев. Второе важное применение железного купороса, это использование его при искореняющих обработках. В этом смысле он используется также как и медный купорос. Примерно 2-3 процентный раствор купороса, а это 200-300 грамм на ведро воды, растворяется. Туда можно прибавлять мочевину, мыло и обрабатывать таким раствором деревья в состоянии покоя или по зеленому конусу. Это то состояние, когда почечка только-только лопнула, но листья еще не начали разворачиваться. Дело в том, что это достаточно высокая концентрация купороса и если использовать ее по листьям, то они могут и подгореть. Точно такую же обработку можно сделать и осенью, когда листва уже начинает опадать, но перед опаданием листвы. Вы обрабатываете листву, ветви, ствол очень тщательно. Листва от такой обработки может скрутиться и, как бы сказать, сгореть, высохнуть и опасть. Это очень хорошо. Вместе с ней сгорят и всевозможные споры, возбудители болезни, а также личинки, все остальное, что нам не надо, чтобы попало в землю вместе с листовым опадом. Третье важное использование железного купороса это профилактические обработки, особенно роз, но и других растений, деревьев и кустарников от болезней, грибных болезней. В этом случае необходимо растворить 50-60 грамм купороса в ведре воды, добавить мыло и таким раствором обрабатывать наши растения. Очень важно обязательно обеспечивать все растения железом во время вегетации. Железо является очень важным микроэлементом. Но надо помнить, что когда вы используете железный купорос, для максимально эффективной обработки вам необходимо превратить его в хилатную форму, о которой мы уже говорили в наших выпусках. Поэтому не поленитесь, добавьте ко всем этим растворам небольшое количество лимонной кислоты. Для всех растений такое количество может быть примерно столовая ложка на одно ведро воды. Если же вы обрабатываете вересковые растения, такие как радодендрон или верески или ягодники, такие как голубика, брусника, клюква, то подливать надо обязательно раствором с добавлением лимонной кислоты или гумата, потому что гуматы также обладают свойством образовывать хилат. Я надеюсь, что информация о железном купоросе оказалась для вас полезной. Я благодарю вас за внимание. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте красную кнопку под видео, также обязательно нажимайте колокольчик, который находится в нижнем углу под нашим видео, тогда вы не пропустите наши выпуски на канале Процветок. А я надеюсь на встречу с вами в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok